Вот в этом эссе у человека с языком все окей, то есть языка хватает даже на 8. Но здесь был такой сильный промах под таскочимент, что эссе, может быть, даже 6,5 бы получила. И просто поправив таскочимент здесь, ну и там пару маленьких моментов, здесь это эссе может тянуть на 8. То есть потенциал у человека есть на 8. Но чтобы получить 8, все равно еще работа предстоит. Смотрите, какой интересный момент. Обратите внимание, other products я выделила красным. Ну и дальше express your opinion, там, скорее всего, было do you agree or disagree. Окей, вот это вступление, уже оно пугает своим объемом, да? Сравните потом с моей версией. Два раза короче. At present, animal exploitation for the needs of the pharmacy and beauty industries is often considered a necessary sacrifice for the well-being of humankind. Синеньким это мои добавления. То есть получается, что у нас в задании the safety of other products. Other products — это что может быть? Это can be food. Добавки пищевые могут на животных тестироваться. Могут быть там phones, вибрация телефонов, излучение тестироваться. Тут даже beauty industry и чего угодно. То есть это все не ограничивается beauty industry. И если тут же во вступлении вы говорите только про beauty industry, то сразу тоскочимент уже не может быть выше пяти. Я даже думала, может быть, шесть, но мы с экзаменатором пообщались, и она сказала, да нет, пять. Потому что задание не раскрыто. Одна только часть раскрыта про new medicines. Видите, как очень важно не промахнуться, да? Если написано of other products, не сужайте the beauty industry. Еще плюс написано of the pharmacy. То есть написано, нужды какой-то, причем единственной определенной аптеки. И вы телеграфируете, что дальше все все будет. Говорите о том, что животные используются для нужд какой-то аптеки. Понимаете, в чем катастрофа-то? Да, понятно, что ошиблись. Pharmaceutical. Но написано аптека, и экзаменатор дальше смотрит по этому слову, а не потому, что вы хотели сказать. Хотя язык замечательный во всем остальном. Is often considered a necessary sacrifice for the well-being. Почему я добавила safety? Потому что, опять же, у нас вот здесь есть safety of other products. Поэтому я добавила safety. Дальше. How well it can also be argued that such beneficial... Вот beneficial не любят экзаменаторы кавычки. Почему? Потому что на 8, вообще на высокий балл, нужно precision. Как только вы делаете что-то в кавычке, делаете намеки, это уже не точный язык. Поэтому не надо намеков экзаменаторам, да? Надо точный язык использовать. That such, например, supposedly beneficial tests on animals should be prohibited due to their inhuman and needless cruelty. Окей. Аргументы очень хорошие. From my perspective, animal experiments should be left behind as outdated barbaric methods that cannot be justified. Окей, смотрите уже, как долго я читаю, это все еще introduction. И дальше наше любимое. Firstly, this essay will discuss. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Там парочку моментов с артиклями, это не так критично, но все равно это уже ошибка. Опять же, только pharmaceutical industry. Хотя у нас задание шире, да? Соответственно, мы все это сужаем, потому что, начиная вот отсюда, по сути, говорится одна и та же мысль просто двумя способами. Вот здесь сначала, потом еще вот здесь повторяется. Я это все сжала примерно... То есть, какое было бы хорошая introduction на 8 здесь, да? As present, animal exploitation for the needs of pharmaceutical and other industries is often considered a necessary sacrifice for the safety and well-being of humankind. From my perspective, however, animal experiments should be left behind as outdated barbaric methods that cannot be justified. Все. Монение есть, аргументы есть, все шикарно. И сравните объем, да? Теперь поехали первый параграф, первый body. The main reason why animal experiments should be banned is that medical tests are probably one of the most dreadful, unethical and cruel ways of exploitation of living creatures. Здесь все хорошо, dreadful, слишком эмоциональное слово. И я думаю, на мой вкус, да и не только на мой, unethical and cruel уже достаточно. This is because, similarly to humans, animals feel stress in life-threatening situations and suffer from pain and distress. Здесь я добавила this is because there is sufficient evidence to believe that. Тогда запятая не нужна была бы вот это. Чтобы немножко больше сослаться на какой-то факт, на что это есть, на научность какую-то, чем просто сразу констатировать, да? И дальше идет момент очень важный. As a result, exposing animals to a range of medical tests causes excruciation creating pain, multiple injuries and often results in agonizing death. Дальше идет грамматическая нестыковка, нестыковка it и дальше during those experiments. Вот здесь должна быть тогда ссылка на то, что вот это it, а оно разногласие пошло. То есть видно, что человек хороший язык, но он зачем-то решил насильно впихнуть вот эту конструкцию и промахнулся с ней. severe irritation, intoxication, cancer or skin diseases during those experiments animals are unavoidably subject to various side effects of new pharmaceutical products и дальше я добавляю or safety tests. Здесь идет у нас логика, нарушение логики. Смотрите, сначала говорится про какие страдания возникают у животных, а потом говорится разные там виды атак на животных, последствия и дальше говорится просто про various side effects. То есть сначала было про яркие примеры страданий, а потом под конец параграфа вдруг начались побочные эффекты. И вот здесь не хватило прям аккорда. Во-первых, побочные эффекты по логике должны быть впереди, потому что они как бы менее сильные по своей сути, чем вот эти все адские муки и так далее. А во-вторых, вот я прочитала и нет какой-то вот финального аккорда в этом параграфе. Ну и, соответственно, мы расширяем не только pharmaceutical products or просто safety tests добавляем, потому что у нас в задании было. Safety of other products. Альтернативный вариант какой может быть? То есть мы меняем порядок various side effects. Мы... ведем сюда в начало excruciating pain и вместо вот этой вот всей конструкции мы делаем, добавляем наш акцент. И получается, весь параграф остается таким же и вот начиная с as a result. As a result of testing, animals may be subject to various side effects and suffer from excruciating pain. Видите, мы объединили. Они могут подвергаться, могут быть жертвами обычных эффектов и страдать от бла-бла-бла. Вот здесь я еще убрала unavoidably, потому что очень категорично. Лучше написать maybe, потому что не все они прямо вот так вот потом страдают. И вот эту категоричность лучше здесь убрать. Так же, как и здесь, добавить at times, чтобы убрать немножко категоричность. Потому что иногда бывают невинные довольно эксперименты и у животных вот это все там априори не возникает. То есть мы добавили may be subject to various side effects and suffer from excruciating pain, multiple injuries or agonizing death. Теперь нам нужен аккорд, завершение, финальная штучка, чтобы телеграфировать экзаменатору нашу позицию. Therefore, I strongly believe that it is morally impermissible to conduct such experiments in the modern day and age. Как вариант, да? Чувствуйте разницу. Вот здесь нас оставили немножко в загадке и вот здесь, когда мы сделали аккорд. Теперь следующий параграф. Yet another point to consider is that using animals in pharmacy. Вот это in pharmacy снизила балл просто сразу до пяти. Потому что in pharmacy это в аптеке. И дальше экзаменатор ожидает, что весь параграф будет про использование животных в качестве эксперимента в какой-то там аптеке. А аптеки здесь нет. Can no longer be accepted as inescapable application for developing innovating human medicine. Видите, опять только про медицин. А у нас были еще safety of other products. The reason for this is that contemporary innovations in artificial intelligence can already provide a number of methods that can help develop safer and more effective medicine. Уже поняли. Я добавляю. And products, чтобы расширить. That can increase human lifespan and the quality of life. Здесь нет такого средства. If it were not for this new technology, pharmacists, убираем pharmacists, потому что нам надо более широко. Scientists, например, would still be dependent on experimenting on animals when developing new medications. И я добавляю. Or tasting the negative effects of devices or foods additives. Я даю экзаменатору понять, что я понимаю, что это не только про медицину. For example, thanks to thanks разговорное меняем на by means of a thoroughly designed computer program an effective dose of cortisone and steroids for asthma treatment has been calculated and this has eliminated side effects of contemporary asthma inhalers or patients cardiovascular system. Видите, вроде кажется, ну мелочь, но из-за этой мелочи все, сразу до пяти ракиста оскочивает. Очень хороший словарь и видно, что здесь у человека все хорошо с языком. Просто чуть-чуть где-то там пережал со стилем, это поправимо. Но здесь не надо такой объемной работы с языком, как в прошлом. Видите? И разнообразие языка, точность, какой пример хороший, с какими словами, какими точными данными. Вот это уже показывает, что человек может получить восемь, если правильно все преподнесет. Ну и в заключении. In conclusion, I'm firmly convinced не сочетается, мы можем сказать только highly convinced или firmly believe. I'm highly convinced that banning pharmaceutical tests, убираем pharmaceutical, нам нужно просто tests. Tests on animals is a necessary step that a civilized society should take. Почему я здесь подчеркнула civilized? Потому что если бы вот здесь вначале не было barbaric methods, что они, ну, уже устаревшие, варварские, все, old school, как говорится, да? Если бы здесь не было упоминания в самом начале, что это barbaric methods, а вы вот здесь бы написали a civilized society should take, это был бы как новый аргумент в конце эссе, чего не должно быть. Тогда как здесь все было хорошо, это вначале упомянули и в конце на это сослались. Но я хотела обратить ваше внимание, что нужно быть внимательными, да? Если такого вначале не употребляли, то в конце не надо каких-то новых описаний вводить, да? This is because treating living creatures as mere biomaterial, шикарное словосочетание. Is deeply unethical an animal experimentation can no longer be considered inevitable for developing safe medication. and убирая beauty, чтобы расширить тему, and beauty products for humans. Вот, то есть за task achievement это было пять, за словарь это было не семь, потому что семерка не сделает такую ошибку, что это в аптеке, да? То есть, если бы не эта аптека, то это была бы хорошая, очень семь, уверенная, а если еще и ошибочки почистить, то это может быть девять и восемь. Очень хорошая, да, эссе. По грамматике вообще почти претензий нет. Три однотипных ошибки с артиклями, одна запятая, и все. Ну, вот это вот чудесная конструкция, которая подвела. Поэтому глобальная разница между этими двумя эссе, и вот это вытянуть на восемь, гораздо проще, чем то, потому что там более глобальная работа над языком. У нас сейчас закончится эта конференция, я могу создать еще одну, и мы обсудим вопросы. Если хотите, тогда сейчас ссылочка в шапке Инстаграма обновится, и вы сможете зайти заново. Если нас выкинет, не удивляйтесь, я просто заново создам. Ну, можете не выкинет, я, честно говоря, зумом пока плохо разобралась. Так, пока мы все еще тут, жду от вас каких-то вопросов, фидбэка, вопросов, фидбэка, или, может быть, может быть, тогда уже всем все понятно и вопросов нет. Ну что? Можете микрофон включить, сказать что-то, если получится. Ребята, вы там как? Живы? С чего лучше начать подготовку к письму? Ой, это не тема этого вебинара. Спасибо за качественный рапорт, все понятно. Вопрос только как увеличить саларный запас. Это слишком глобальный вопрос. Здесь надо изучать ваш уровень, да, и, соответственно, от вас и плясать. Это тема целый, мой экзаменатор написал целую дипломную работу на эту тему. Так, с чего лучше начать подготовку к письму? Тоже аналогичный вопрос, пока не будем покрывать. Я постараюсь написать пост, где я расскажу, как лучше начать готовиться, какие-то общие рекомендации после своих тринадцати провалов. Ну что? Еще немножко жду, если дальше. Именно вопрос сейчас приветствуется по вот этим критериям, по эссе, который мы обсудили по этим двум эссе. really helpful, wish me luck. Пожелаем удачи. Не знаю, как зовут. Jess Winters, но удачи вам на вашем экзамене, попытках ваших. Спасибо за разбор. Окей. То есть вот это, это такой разбор, знаете, не то, что прям в попыхах, но так, чтобы все поняли. Соответственно, когда идет работа с отдельным человеком, разбирается более детально, почему он так написал, то есть он слова не знает, или ему не хватило, или что он имел в виду. То есть вот во втором случае работа пошла бы дальше в основном на task achievement и на построение логики, да? По словам здесь все окей. По словарному запасу. Тогда как в первом случае работа нужна прям глобально с языком, нужно повышать general English, да? Потому что по структуре вопросов практически нет. Это все очень легко поправить. То есть task achievement здесь не так страдает, как в том эссе. Но task achievement намного легче поправить, чем общий уровень языка, да? Есть список каких-то определенных конструкций для эссе? Можете посоветовать? Нет и не буду, потому что я не за эти искусственные все методы. Когда у вас, когда вы работаете над общим языком, у вас автоматом автоматом из вас выходят хорошие конструкции. И автоматом вы используете ту грамматику, которая нужна для хорошего балла. Тогда, как если у вас уровня нет и вы заучили конструкции, то это выглядит вот так вот. Где тут у нас чудесная это была конструкция это видно, что это искусственно и она заучена. Или вот здесь вот видно, что человек только учит эту конструкцию. Или вот здесь он только осваивает это выражение и за счет он впихнул выражение, но он потерял в точности аргументов. Или вот здесь это поэтому я никогда не советую учить вот эти вот конструкции. И нет такого списка, что вот на 7 нужно обязательно пассив, нужно обязательно то, все. Нет, на 7 нужно разнообразие. Если у вас уровень достаточный, то у вас разнообразие само проявится. Как я учила эмфатические конструкции, да, я там несколько месяцев реально их учила, я их искусственно впихивала в эссе, я делала кучу упражнений из учебников, но потом я как бы отпустила это, я чувствовала, если не идет, не вставляю. И на экзамене я просто писала так, как хочется, чтобы раскрыть тему, то есть цель была раскрыть тему, а не впихнуть что-то. Но при этом раз, и у меня сама эмфатическая конструкция вдруг всплыла в голове, и она органично вошла в текст. Да, в итоге 8,5 из-за рейтинг. не 9, но все равно хорошо. Поэтому это не та тактика, на которую нужно тратить время. Умоляю вас, улучшайте свой язык, а не впихивайте конструкции. Какой вариант можно использовать на месте? Firstly, secondly, introduction. Валентин, смотрите, вообще можно без этого. Не надо вот это firstly, this essay will discuss. Кстати, хорошо, что вы спросили. Хорошо, что вы спросили. Дело в том, что да, в каком-то академическом рейтинге в целом, в университетах или где-то в каких-то работах вы можете увидеть это все. Но в это овайлте этого не надо. Почему? Потому что когда вы берете научную работу, вы не видите как бы стейтмента перед глазами, над которым автор этой работы работал. Тогда как у экзаменатора вот этот стейтмент, он перед глазами. И не надо из экзаменатора делать дурака и говорить ему заново, что это essay будет обсуждать. Уже у экзаменатора есть задание, он уже понимает, что вы должны обсуждать, вам надо просто обсуждать. Поэтому просто убирайте эти несчастные firstly, secondly, и пишите аргументы сразу. Вот вам один из вариантов. В то время как одни считают так потому-то, я считаю так потому-то. И вот вы дали сразу аргумент, что сначала вы обсудите то, с чем вы не согласны, вашу причину, а потом вы обсудите то, с чем вы согласны, и ваш сразу аргумент вы даже дали. то есть не надо искать заместителей, не надо искать то, чтобы заменила одну искусственную конструкцию на другую. Старайтесь выразить суть. Валентин, донесла мысль? Нет. То есть здесь уже надо прямо с языком работать, экспериментировать, написать так, написать эдак. Забудьте про эти конструкции, напишите без них, поэкспериментируйте, прочувствуйте, получите фидбэк профессионала, да, какое выглядит натуральное, какое читается легче, потому что задача же не только там нагромозить этих несчастных firstly, secondly, а чтобы еще читалось легко. На девятку эссе просто читаются легко. Если экземнатор смотрит на ваше предложение, ему надо его еще раз прочитать, чтобы понять все, это не 9. Да? Валентин, дайте какую-нибудь обратную связь. Какой вариант можно? Да, конечно, на это нужно в разы повысить уровень языка. Такие фразы хоть как-то помогают. Вам какой уровень, какой балл нужен, Валентин? Они не помогают. Они помогают, когда вот у вас еле-еле 5, 5,5, вам кое-как надо там доползти до 6. Такие фразы могут помочь вам доползти до 6. Но до 7 нет, вы себе только не все портите. Реальный экземнатор посмотрел на эту фразу, сказал, но это ближе к 6, вот с таким вот выражением лица, как сейчас помню. Поэтому будьте реалистичными, семерка — это advanced. Если у вас нет уверенного advanced, надо его подтягивать, да? Почему во вступлении альтернативный ваш в первом эссе вы не написали, что одни считают так, другие так, и ваше мнение? Получается, не обязательно следовать этой структуре. Так, во вступлении альтернативный мой в первом эссе не написали, что одни считают другие так. Посмотрим, что я там не написала. Я написала это все. Просто это не в такой кондовой структуре, как это было, а так все эти моменты есть. Смотрите. вот я выделяю ваш вопрос мы его вставляем сюда вот это же да правильно я понимаю вот ваш вопрос почему во вступлении альтернативный мы вот этот в первом массы вы не написали что одни считают так написали одни считают так это sometimes are good просто через пассивный залог дальше climate change мы дали даже причину сразу аргумент сюда вписали и дальше ваше мнение вот i believe вот мое мнение не очень поняла что мы тут не дали алекса поясните пожалуйста или теперь все понятно такая мне кажется вам запретила микрофон и тут использовать пока конференцию включала ну-ка может мне надо что-то включить чтобы вы могли говорить да поняла сейчас окей все разобрались вы можете говорить или нет или у вас только написать вам дает не просто микрофон у всех выключены теперь вам надо их включить чтобы заговорить окей чуть-чуть еще жду на вопросы и если что прощаемся пока другие думают над вопросами валентина еще скажу что просто выйти потеряете время сейчас будете вот так вот пытаться обмануть экзаменатора но меня не обманешь а что говорить про экзаменатора поэтому вместо того чтобы пытаться себе купить костыли или там сваять костыли лучше нормально сесть и прокачать язык да это вам кажется что это будет дольше но это не будет дольше это будет эффективнее потому что вы так 7 будете как я раз 13 сдавать чтобы попалась тема на которой вы что-то там выучили или зазубрили или начитали а общий уровень языка подразумевает что вы по всем темам на этом уровне какая бы тема не попалась да вот это гарантированно гарантированная семерка то есть айлтс не дураки делали и если у вас нет адванс то вряд ли вы его получите потому что он специально так устроен да там же еще есть райтинг таскуан на которые часто многие забывают что он очень важный и что он тянет вниз если у вас 7 за эссе а шесть с половиной за райтинг таскуан скорее всего вы не получите 7 да ну а если уже шесть за райтинг таскуан и 7 за эссе то тем более вы не получите 7 в итоге надо поднимать язык в любом случае сто процентов да сто процентов сто процентов вопрос не по теме до экзамена неделя чтобы рекомендовали сделать за это время расслабиться порекомендую за неделю вы уже уровень себе не повысите сидите спокойно читайте есть у вас еще если у вас еще скорость с 7 не укладывать все время ну просто набивайте руку пишите с чтобы скорость мышления развить а так ну честно нет никаких нет никаких трюков за неделю уровень не повышается даже за две они повышаются даже за месяц повышается вы можете отточить просто механику да и писать писать но за день до экзамена вообще можно ничего не делать так только спикинг размяться с кем-то поговорить и все то есть уже уже где вы есть там вы есть еще моменты есть какие-то я вам ссылочку с всем кто был здесь я кидаю ссылку на вот этот файл вы сможете его изучать это вам подарок мой будет сможете изучать комментарии сможете изучать вокабуляр правки если вам сильно захочется нам вот высылаю в наш чатик так кому всем я хочу высылать высылаю всем быстренько себе копируйте потому что когда мы выйдем из конференции когда мы выйдем из конференции она уйдет это ссылочка так что быстренько себе и хоть и все если смысл читать статьи на темы представленные в сэне с целью копирования с целью повышения уровня 100 процентов да также я и повышала соответственно идем по учебнику с преподавателем желательно которые на пару уровней выше об этом я напишу в посте и и конечно начитываем статьи да я даже спикинге когда не знала что сказать про какие-то там нужны зоопарки или нет я прям брала статьи читала выписываем вокабуляр репетируем используем да это все это все работает это работа с языком которое так и вот происходит просто когда вы без руководства должно это делать или не по системе да то вы как бы бросать себя знаете мы в другую и например не особо прокачиваете полномерную грамматику или полномерный вокабуляр а как это может тоже как бы внести беспокойство вам лишнее и процесс может затормозить а тогда как если есть система вы четко идете все темы прорабатываете по порядку то она как-то все так улучшается но читать сто процентов надо да я например сейчас поняла что у меня с этим animal тесте не не идеально сейчас почитаю про animal тесте но у меня уже понимаете да что принципе я своим уровнем довольна я просто для себя это делаю но я при этом занимаюсь экзаменаторами восстановила свои занятия с экзаменатором и мы идем по учебнику я иду по учебнику outcomes advanced идем по учебнику расширяем общий уровень английского то есть я сейчас не пишу эти сетонными я прокачиваю язык а потом да я выдам хорошее сэ еще лучше чем было то есть я не то что там знаете такая сейчас вам всех агитирую срочно в ауткамсы с преподавателем просто сама напоролась и сама сейчас вот так же вот не надо например до девяти вытянуть но не надо просто так чтобы голова не не отсохла и вас чтоб качестве не учить я занимаюсь но я занимаюсь также видите по той же системе учебник потом раз-раз эссе но у меня с эссе в принципе вопросов нет поэтому в основном учебник пока вот так учебник подкасты с натуральной речью погружаем себя в язык читаем слушаем и так далее все тогда прощаемся да все довольны будет ли такой же разбор айтинг таск уан там академик дженерал наверное будет наверное будет но мы я сейчас работаю над созданием курса по айлтс райтинг поэтому вот это был как бы намек только маленький намек какой эффект будет от курса да то есть что надо будет то есть один один уровень курса будет с шестерки на семерку там будут только такие люди да то есть даже тех кто у кого пять с половиной мы туда не будем брать ровно шести на семь потом второй поток будет 7 7 на восемь это не будет так что для всех один поток потому что видите на разных уровнях разные акценты нужно делать и мы будем вот так подробно разбирать учиться писать учиться писать так чтобы это было с точки зрения коммуникации грамотно и красиво да как найти программу для прокачки чтобы не огульно в сети искать информацию найти персональный оттуда распространяющая программа подскажите я рекомендую программу по учебнику ауткамс даже если вам нужно 6 на 7 то это аппер нет господи то это вообще интер пусть ауткамс интер прокачает вас 6 на 7 ауткамс аппер прокачать 7 на 8 ауткамс адванс с 8 на 9 но даже смотрите разница между восьмерка и девятка это два года изучения языка два года все это реально огромная разница поэтому кроме учебников ауткамс честно говоря мало что изучала то что я в мглу мне давали учебники разные преподаватели но они меня так не зацепили поэтому сейчас я и преподаю и сама иду по ауткамс плюс аутентичные материалы подкасты статьи и так далее 6 7 до экзаменатор посоветовала интермедиат ауткамс потому что на порядок выше других учебников по лексике по языку то есть он на самом деле по сравнению с другим учебниками он как бы уже не интер вот так ну все тогда прощаемся всем спасибо ссылочку все скопировали и на связи тогда и если не будет сложно пожалуйста ставьте отзывы в господи где посте к этому по поводу этого вебинара да чтобы другие тоже не поленились и посмотрели только мне обращаются люди я говорю вы сначала просмотрели все вебинары вот пока все вебинары все посты не прочитают заниматься нет смысла потому что там я уже выкладываю очень много что ну можно сэкономить время просто все всем счастливо хорошего вечера а